Ждать ли дорожного ремонта в этом году, построить ли дорогу на Тельвиску и как привести в нормативное состояние трассу на Красное? Об этом на расширенной встрече с депутатами окружного собрания рассказал руководитель Департамента строительства ЖКХ энергетики и транспорта Алексей Ремеев. Он сообщил о состоянии дорог в Ненецком округе, о работах в летний сезон и планах дорожной реконструкции на ближайшую перспективу. Ещё в 2015 году 95% региональных и муниципальных дорог находились в ненормативном состоянии. За два года удалось провести большую работу по реконструкции, строительству и ремонту дорог. Новое дорожное покрытие появилось на улицах Ленина, Первомайская, Вучейского, Хатанзейского, Октябрьская, 60 лет октября. Общая стоимость работ составила более 45 миллионов рублей. Летом этого года дорожную сеть дооснастят тротуарами, проведут освещение и заменят автобусные павильоны. Ориентировочная сумма на 2017 год у нас планировано 74 миллиона 230 тысяч. Это работы по завершению улицы Октябрьская, работы по улице Хатанзейского, где есть предписание ГИБДД и предписание прокуратуры и проектирование улицы Ленина. Аналогичную работу предстоит провести и по улице Хатанзейского. В настоящее время разрабатывается проектная документация на строительство тротуаров, пешеходных ограждений и освещения. Но работы запланированы на 2018 год. Этим летом будет завершена реконструкция автомобильной дороги по улице Октябрьская. За сезон 2016 сооружены водосборные колодцы, защита линий коммуникаций, частично сделано асфальтобетонное покрытие и освещение. На эти цели выделено 60 миллионов 240 тысяч рублей. Переходя к дорогам регионального значения, депутаты задали вопрос о дороге в посёлке Мирный. На пересечении с улицей Юбилейная каждый день стоят пробки. На участке нет светофоров и выехать из Мирного проблематично. На данный момент заключим централизованный стройзаказчикам государственный контракт на выполнение проектных работ для приведения автомобильной дороги к нормативам. Это будет выполнено на работе по пешеходным зонам, ограждающим конструкциям. Светофорное оборудование будет дополнительно выставлено на освещение, запроектированное в соответствии с последними требованиями законодательства. Общая сумма контракта 5 миллионов 950 тысяч. За прошедшие два года дорога на Ренмар-Искатели претерпела положительные изменения. Новое асфальтовое покрытие, освещение, установка дорожных знаков обошлись округу в 118 миллионов рублей. Сегодня в капитальном ремонте нуждается уличная дорожная сеть посёлка Искателей общей протяжённостью чуть более 11 километров. По подсчётам департамента, стоимость работ по приведению дорог в нормативное состояние составит не менее 400 миллионов рублей. В этом году будет разработана проектная документация на реконструкцию. Дороги оборудуют тротуарами, освещением, велосипедными дорожками и площадками для пунктов весового контроля. Сами работы начнутся в 2018 году. Этим летом будет продолжена работа по реконструкции магистральной дороги по маршруту Монтажников-Угольная-Юбилейная с участком до улицы Губкина. Сегодня идёт работа по возведению мостового перехода с тротуарами и пешеходным переходом. На эти цели заложены почти 62 миллиона рублей. Из них 60,5 миллионов – средства из федерального бюджета. Капитальные работы необходимы и на участке на Ренмарк-Красное. На сегодня состояние дороги таково, что по ней нельзя перевозить детей и школьников. Ориентировочная стоимость реализации мероприятия составляет миллиард рублей. Дополнительно на данном участке требуется возведение мостового перехода через реку Куя и подходов, где ориентировочная цена порядка трех миллиардов рублей. Что данная дорога требует серьезного капитального вложения. Сейчас, на данный момент, мы ведем только текущий ремонт и текущее содержание. В рамках этого пытаемся как-то содержать дорогу, чтобы она соответствовала минимальным каким-то требованиям. Как заметили депутаты, одна из причин плохого состояния дорог – отсутствие весового контроля. По улицам города беспрепятственно ездят тяжеловесы, разбивая асфальтовое покрытие. С декабря прошлого года пункт весового контроля, который был приобретен округом в прошлом году, он находится в районе Хариянии. Козательный динамик уже мы получили результат. Сейчас готовится совместная справка с ГИБДД по количеству нарушений, количеству изысканных штрафов, количеству оплаченных инвестиционных выплат предприятиями и организациями. Я думаю, что до конца июня мы эту справку сформируем совместно. Что касается дороги на Тельвивскую, проект разбит на четыре участка. Три из них прошли госэкспертизу, остальные на рассмотрении. Пока дорога строится, для связи Наринмара с поселением департамент предлагает соорудить ледовую переправу. Этот вопрос будет прорабатываться на законодательном уровне.